Всем привет, ребята! Мне кажется, мы стали забывать кое-что очень важное. Когда-то в шестом классе вам подсовывали простые задачи на пропорцию, и вы без проблем их решали. Но как только вы становитесь старше, взрослее, почему-то это просто вылетает из головы. Но и в восьмом, и в девятом, и в десятом классе эта тема актуальна. Поэтому давайте посмотрим сегодня пару задач и вспомним, как это решаться. Рассмотрим две задачи. Для засолки 12 кг грибов берут 600 г соли. Сколько понадобится соли, чтобы засолить 40 кг грибов? Как мы в таких задачах рассуждаем? Мы просто выписываем кратенько то, что мы знаем. У нас 12 кг грибов, 12 кг. И вот для засолки надо 600 г соли. То есть мы сопоставляем грибы и соль. И потом спрашивают, сколько понадобится соли. Соль, вот здесь она у меня, я хочу узнать, сколько ее понадобится, чтобы засолить 40 кг грибов. Значит, здесь я пишу 40 кг. То есть грибы под грибами, соль под солью. И вот эта запись, она очень хорошо переделывается в пропорцию. Только, ребят, надо быть начеку, потому что бывает пропорция прямая и обратная. Вот в этой задаче все, наверное, логично. Если я беру больше грибов, то мне нужно и больше соли. Давайте это нарисуем вот таким вот образом. Пропорция будет выглядеть. 12 к 40 равно 600 к х. И теперь наш любимый крестик. Почему-то опять же об этом часто забывают. Крест-накрест произведение крайних равно произведению средних. Если я умножу 12 на х, это будет то же самое, что 40 на 600. Или, если постараться, можно сразу отсюда выразить х. Он будет равен 40 умножаем на 600 и делим на 12. Ну, давайте 6 на 4, 24. И 24 будет с тремя нулями. Потом мы поделим это на 12. У нас получится 2000 грамм. Ну, и можно, в принципе, и так ответ оставить, потому что тут не сказано, в каких единицах измерения надо дать ответ. Вот, короче, столько соли нам понадобится. А теперь вторая задача. И уловите разницу. Четверо рабочих могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней могут сделать эту же работу 6 рабочих? В чем прикол? Давайте-ка опять же выпишем то, что мы знаем. У нас четверо рабочих могут выполнить работу за 12 дней. 12 дней. И потом про эту же работу спрашивают, за сколько дней могут сделать эту же работу 6 рабочих? И здесь тогда за сколько дней это будет x. Но давайте вдумаемся. Если эту работу будет делать больше человек, то логично, что им понадобится меньше дней. Получается, пропорция будет обратная. То есть в этом случае у меня больше людей, но здесь в обратную сторону будет понадобиться меньше дней. Получается, что 4 к 6, а вторую часть пропорции я переворачиваю и будет уже не 12 на x, как здесь написано, а x разделить на 12. И дальше опять же можно отсюда выразить x, 12 на 4, 12 на 4 и разделить на 6. Сокращаем будет 2 и получается, что понадобится 8 дней на выполнение этой же работы. Вот такие простые задачи. Но чтобы вспомнить эту тему, в принципе, этого достаточно. Где-то может нам встретиться, если не в 6 классе. Такие задачки попадаются в ЕГЭ база. И если вы планируете сдавать этот экзамен, вам вполне это пригодится. Так что берите на вооружение. Если вы сдаете в этом году ЕГЭ профиль, ЕГЭ база, УГЭ и вам нужна помощь репетитора, то, пожалуйста, заходите на сайт Tutor Online. У нас много преподавателей, которые помогут вам подготовиться к экзаменам. Подписывайтесь на наш канал, кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и поставьте лайк, если видео вам было полезным. Все, до встречи, ребят, на следующем уроке.